Привет, друзья! Сегодня у нас непростое видео. Сегодня мы поиграем в игру на повышение потенции. Будет интересно, весело и, самое главное, полезно. Изводя метрально противоположных взгляда мужчин на то, как должен происходить процесс повышения потенции. Одни мужчины изначально настроены на препараты тестостерона, кламифиенанаболики, а вот другая категория мужчин предпочитают исключительно натуральные методы. Они считают, что препараты тестостерона – это как будто бы костыли. Это все равно, что признать, что ты уже не вполне полноценный мужчина, и вот без этих костылей ничего не можешь. Так вот сегодня у меня подарок, сюрприз именно для таких мужчин. Это видео не про омегу-3, однако история началась именно с омеги. Я кричу педали, а в мыслях кружатся слова мужчин, которые принимают омегу-3. Вот выпил вчера две капсулы, и сегодня выпил еще две капсулы омеги. Вы знаете, состояние у меня, у меня такой организм, что когда у меня улучшается потенция, улучшается эрекция, у меня биться сердце начинает, у меня улучшилось там кровопрощение внизу. Вот, и ощущение просто такое классное. Много сил, вот сегодня тоже был в спортзале. Кстати, омега ваша прям хорошо работает. Я уже смотрю, ее утренняя эрекция восстановилась, и по общему самочувствию прям это прошло всего лишь, сколько ее там, ну пускай там даже меньше недели. Ну я уже прям чувствую результат. В седьмой день принимаю вашу омегу. Ну, сказать, что результатами доволен, это ничего не сказать. Эрекция как 25. По вашей шкале четвертая скорость. Хотя я до этого полгода принимал другую омегу. И вообще эффекта я как бы и не увидел. А ваша омега всего за 6 дней оказала невероятные результаты. Алиночка, спасибо за то, что вы делаете. Омега-3 действует на клетки крови эритроциты. Эритроциты обновляются 1 раз в 120 дней. При определенных заболеваниях могут обновляться в 2 раза быстрее. Следовательно, для того, чтобы омега-3 подействовала на эритроциты и улучшилось качество эрекции, должно пройти минимум 2 месяца. Но мужчины сообщают мне об улучшении эрекции уже через день, через 2, через 3. В среднем от 1 до 7 дней. Что за чудеса? Как же это возможно? Думала я. Я пила воду, и вдруг у меня случилось озарение. Вдруг я поняла, почему омега-3 оказывает такой быстрый эффект на потенцию некоторых мужчин. Оказалось, что если вскрыть капсулу, то внутри, посмотрите, что внутри. Редокс-фактор отрицательный. Эритроцит идет по кровяному руслу, и ему может быть сложно входить в самые тонкие сосуды, которыми и являются пенильные артерии. Что мы с вами только не делаем для того, чтобы создать идеальные условия жизни для эритроцита. И омегу-3 мы принимаем, чтобы мембрана эритроцита была упругая, эластичная, гуттаперчевая. Мы принимаем железо для того, чтобы гемоглобин, который несет эритроцит, был качественный. Мы корректируем рацион питания, чтобы эритроцит был не засахаренный. Мы делаем ямочный ремонт сосуда, чтобы сосуд был гладенький, чтобы эритроцит нигде не зацепился и не застрял. Но на одно качество эритроцита мы до сих пор с вами ни разу не обращали внимания. Эритроцит имеет отрицательный заряд, потому что он окружен электронами. Вот посмотрите на верхней картиночке эритроцит условно такой нарисованный. Его мембрана имеет отрицательный заряд. И сохранность отрицательного заряда не позволяет эритроцитам подвергаться когезии. Эритроциты не склеиваются. Эритроциты самостоятельно, каждый, имея при этом еще хорошую, например, мембрану, эластичную, гуттаперчевую за счет хорошего содержания омега-3, они могут каждый эритроцит аккуратно в самый узкий кровеносный сосуд пройти и донести кислород. Но как только на поверхности мембраны эритроцита теряются электроны, у эритроцитов начинается процесс когезии, процесс склеивания. И вот эта вот когезия эритроцитов приводит к тому, что возникают конгломераты, нарушающие кровоток и приводящие, конечно, к ишемическим состояниям. Для того, чтобы эритроциты не приклеивались друг к другу и не прилипали к стенке сосуда, у них должен быть отрицательный заряд минус 200 милливольт. Так вот, вот эта омега-3 имеет отрицательный заряд минус 200 милливольт. И первое, что делает эта омега, отдает электроны эритроцитам. В зависимости от того, сколько электронов потеряли эритроциты конкретного мужчины, зависит скорость действия этой омеги. Если потери были незначительные, тогда мужчина чувствует повышение потенции уже через день. Друзья, это невероятно интересная игра, игра с электронами. То вещество, которое отдает нам электроны, дает нам силу, энергию и повышает потенцию. А то вещество, которое отнимает у нас электроны, отнимает силу и понижает потенцию. Цель игры — собирать электроны. Кто соберет электронов больше, чем потеряет, тот и победил. Но для того, чтобы собрать электроны, нужно найти вещества, которые готовы отдавать нам больше всего электронов. План у нас такой. Вначале мы определимся с участниками этой игры, а затем все вместе займемся поиском веществ, которые могут отдавать электроны для повышения потенции. На этом пути нас ждет много приключений и испытаний. И для самых сильных и смелых начнется настоящая суперигра. В нашем организме непрерывно идут электрические реакции, связанные с отъемом и присоединением электронов. И нарушение эрекции — это, можно сказать, короткое замыкание в цепи. Электрические реакции в организме мужчины и женщины аналогичны. И у женщин, точно так же, как и у мужчин, тоже есть эректильная дисфункция. И опущение стенок влагалища — это как раз-таки и есть признак эректильной дисфункции. Точно так же, когда у мужчины половой член стоит — это потенция, а беспомощный вяло повис — это импотенция. Если у женщины влагалище стоит — это потенция, а если стенки дрябло повисли — это импотенция. Вот у меня влагалище стоит примерно под таким углом. Это очень легко проверить при помощи вот такого фитнес-тренажера. Вот эта верхняя часть вводится внутрь, а наружная, которая является продолжением внутренней, четко показывает угол наклона влагалища. А если женщина начинает вращать, двигать шарик внутри, то в увеличенном масштабе на стене очень легко можно определить и угол наклона влагалища, и амплитуду, с которой женщина может управлять мышцами. Когда во время тренировки я увожу женщине вот такой тренажер, я буквально за 2 минуты могу определить эректильную дисфункцию. Но тут есть одна проблема. Гинекологи осматривают женщину, когда она лежит на гинекологическом кресле с широко разведенными ногами. В этом положении под действием силы тяжести матка и влагалище отклоняются в сторону головы, и опущение попросту не видно. А я смотрю женщину вот точно так же, как этот джентльмен на гравюре. Это средневековая картина, которая показывает, как раньше гинекологи осматривали пациенток. Если женщине вот в таком положении вести пальцы во влагалище, то чувствуется состояние мышц и влагалища, и матки. Если женщина с эректильной дисфункцией чихнет или покашляет на гинекологическом кресле, то ничего не произойдет. А вот если женщина со слабыми мышцами чихнет вот в таком положении, начнет подтекать моча. Стенки здорового влагалища плотно сомкнуты, между ними нет свободного пространства, поэтому и называется половая щель. Это как ножны для меча. Когда мужчина входит, он фактически половым органом раздвигает стенки, а на входе расположено плотное мышечное кольцо, которое закрывает вход. Все вы могли видеть ситуацию, когда женщина купается в бассейне, затем выходит из бассейна, и у нее струечка из влагалища начинает вытекать вода и стекает по ногам. Это говорит о том, что вход во влагалище открыт и при купании вода туда набирается. Когда женщина выходит, то вода вытекает. Аналогичная ситуация происходит во время интимной близости. Когда мужчина входит в широко открытое влагалище, то он, конечно же, нагоняет туда воздух. Затем он начинает двигаться, и воздух начинает хлюпать, и получается секс со смешными звуками и свистами. В норме этого, конечно же, не должно быть. Многие женщины винят мужчин в том, что вот мужчина якобы что-то не так делает, и из-за этого у нее нет оргазма. Так вот я как инструктор с многолетним опытом могу ответственно сказать, главная причина отсутствия оргазма у женщины – это дефицит гормона эрекции оксида азота НО. Потому что без эрекции не бывает оргазма ни у кого. Ни у мужчины, ни у женщины. И поэтому женщины такие же полноправные участницы этой игры, как и мужчины. И поэтому играть в электроны мы будем все вместе. И мужчины, и женщины. Самые высокие шансы на победу у того, у кого в норме – железо. В прошлом видео мы уделяли железо огромное внимание и пришли к выводу, что для мужчины, который ведет активный образ жизни, путешествует, занимается спортом, необходимы запасы железа, то есть уровень ферритина, приблизительно 400 нанограмм на миллилитр. И вот уже другой мужчина присылает мне свой анализ, и говорит, вот посмотрите, у меня ферритин 409. И при этом полная катастрофа с потенцией. Почему? И публично отвечу на вопрос этого мужчины, потому что аналогичные ситуации могут быть и у других людей. Всасывание железа в кишечнике находится под контролем гормона печени гипсидина. Когда железа в организме мало, гипсидин понижен, и он активирует всасывание железа в кишечнике. Но если запасы железа в организме достаточно, гипсидин повышается и блокирует усвоение железа в кишечнике. Таким образом, в организме встроена естественная защита от перегрузки железа. Однако есть нюанс. Дело в том, что гипсидин одновременно является белком острой фазы воспаления. Это значит, что на фоне воспаления гипсидин тоже повышается. Воспаление может спровоцировать как вирус гриппа, так и, например, атеросклероз. Потому что атеросклероз – это воспаление в сосудах. И тогда получается, что гипсидин и ферритин повышаются, но они уже не отражают реальные запасы железа в организме. Именно поэтому нельзя оценивать запасы железа только по ферритину. Нужно это делать в комплексе с другими показателями крови. В комплексе с оценкой внешнего вида тела мужчины с симптомами, которые у него есть. И только на основании этого делать выводы. Это во-первых. А во-вторых, есть четыре вида ферритина. Сывороточный ферритин – внутриклеточный, внутриядерный и митохондриальный. Когда вы идете в медицинскую лабораторию, чтобы проверить уровень ферритина, то вы задаете анализ только на сывороточный ферритин. Потому что три других анализа проводятся только в очень крупных медицинских лабораториях, где проводятся научные исследования. Это очень и очень дорогие анализы. Они недоступны на данный момент в рутинной медицинской практике. Поэтому, проверяя один уровень ферритина, еще три ферритина – это черный ящик. И те врачи, которые понимают эту ситуацию, пришли к выводу, что определять дефицит железа необходимо по стероидному профилю в слюне. Потому что стероидные гормоны – это конечный продукт работы железа. Если гормоны попали в слюну, это значит, что железо в норме и что железо работает нормально. Под действием железозависимого фермента ароматаза часть тестостерона преобразуется в эстрадиол. Многие мужчины принимают антиэстрогены, препараты для понижения эстрогенов. Они пытаются заблокировать вот этот переход и таким образом повысить уровень тестостерона, чтобы повысилась потенция. Так вот этого ни в коем случае нельзя делать. И сейчас вы поймете, почему. ДНК – это двухметровая нить, которая суперкомпактно уложена и запакована в ядре каждой клетки. ДНК можно очень условно сравнить с хранилищем огромной библиотеки. Для того, чтобы найти нужную книгу, нужно подать заявку, найти ее в архиве, извлечь и открыть на нужной странице. Так вот, экспрессия генов – это по сути поиск нужной книги и открытие ее на нужной странице. И эстрогены экспрессируют ген НО-синтазы. А НО-синтаза – это фермент, который запускает синтез гормонной эрекции оксида азота НО. Еще раз, эстрогены экспрессируют ген НО-синтазы. Но мы с вами прекрасно знаем, что пробистерон является предшественником тестостерона, который в свою очередь является предшественником эстрогенов. А эстрогены являются мощными активаторами НО-синтазы. То есть они экспрессируют, активируют ген НО-синтазы. Тем самым способствуют нормальной его работе и синтезу НО. Для многих из вас знакомы слова аргинин и цитрулин, потому что многие мужчины принимают эти добавки в надежде улучшить качество эрекции. Так вот, смотрите, что происходит дальше. Из тестостерона под действием железозависимой ароматазы образуются эстрогены. Эстрогены активируют НО-синтазу. И в присутствии НО-синтазы кислород окисляет аргинин. И результатом этой реакции является цитрулин. И гормон эрекции оксида азота НО. Так происходит в идеале. И вот сейчас, друзья, очень тонкий момент, на который я прошу обратить ваше внимание. Дело в том, что НО-синтаза – это гем, содержащий белок. Точно так же, как и гемоглобин, то есть железозависимый. И в зависимости от того, железо в норме, или дефицит железа, НО-синтаза будет действовать по-разному. Поэтому давайте еще раз очень внимательно посмотрим, как действует НО-синтаза, когда железо в норме. Мы здесь видим два варианта с вами, как работает НО-синтаза. Вот на левом варианте, когда вот эти два полумесяца, вот эти два полумесяца, пересекаются между собой, пересекаются между собой, и тут что-то происходит. Мы видим, что сверху, сверху у нас О2, кислород, просто кислород, не супероксид, а неон, а это просто кислород, который доставляется эритроцитами, в связи с гемоглобином связи, так называемый оксигемоглобин, значит, кислород, плюс аргинин, элергенин. Дальше вот эти два полумесяца представляют из себя, из себя как раз, НО-синтаза. И вот как здесь видно, вот эти два полумесяца, они между собой пересекаются, и это не случайный рисунок. А он здесь говорит о том, что иносинтазы, их две, формируют димер. Димер. И вот в составе димеризации, в составе димеризации происходит как раз синтез ИНО. Синтез ИНО. Из аргинина и кислорода. Если все идет вот по этому пути, как сейчас показал врач-кардиолог, у мужчины безупречные эрекции, и утренние, и спонтанные, во время близости с женщиной, все идеально. А вот если у мужчины дефицит железа, тогда НО-синтаза идет несколько по другому пути. И масштабы этого пути зависят от масштабов дефицита железа, и от того, сколько времени мужчина живет в условиях дефицита железа. А на правом рисунке другая ситуация. На правом рисунке эти два полумесяца находятся рядом друг с другом, но не пересекаются. То есть они не образуют демер полноценный, не образуют демер полноценный. И если не произошла демеризация, то есть произошло разобщение, так называемое, разобщение демера происходит. В таком случае, в присутствии тех же самых субстратов, кислород и аргинин, происходит совершенно другая история. У нас аргинин не включается в этот цикл. Используется кислород, и НО-синтаза начинает синтезировать супероксид и неон, который не просто сам по себе является мощным окислителем и свободным радикалом. Он окисляет еще и НО, который существует, преобразуя его в пероксинитрит. Вот в этот О-НО дважды. Который является очень мощным свободным радикалом. Вспомните, пожалуйста, в предыдущем видео мы говорили с вами про HIF-фактор, Hypoxia Indusible Factor, фактор индуцируемой гипоксией. И мы разобрались, что есть HIF-1. Когда он действует, то происходит регенерация, восстановление и повышение потенции. А вот когда действует HIF-2, происходит дистресс, разрушение и смертельные болезни. HIF-фактор – это Нобелевская премия, которая совершила переворот в современной медицине. И вот сейчас я показываю вам, как действует HIF не абстрактно, а конкретно на примере НО-синтазы. Когда действует HIF-1, две НО-синтазы объединяются в димер, и результатом этой реакции является газ оксида зота НО. Мужчина получает здоровье и яркую эмоционально насыщенную сексуальную жизнь. Вот если действует HIF-2, тогда в большинстве случаев НО-синтазы не соединяются в димер, получается разобщенный димер. И результатом этой реакции является супероксидонион, свободный радикал. Это самый мощный убийца, который синтезируется внутри нашего тела и сжигает все, с чем соприкасается. Вы наверняка слышали истории, как какой-то человек заболел, например, раком, и говорят «сгорел за два месяца». Так вот слово «сгорел» очень правильное, потому что оно буквально отражает то, что действительно произошло. Супероксидонион сжигает все, с чем соприкасается. Это очень мощный убийца, и все наши мероприятия будут направлены на то, чтобы обуздать его. Однако прежде, чем оказывать на него воздействие, давайте познакомимся с ним поближе. В организме здорового человека, у которого все в порядке с железом, примерно в 5% случаев образуется супероксидонион О2-. И организм научился эти 5% использовать себе во благо. Дело в том, что мы постоянно регенерируем и обновляемся. У нас растут волосы, ногти, обновляются внутренние органы, обновляются клетки кожи. То есть через каждые 10 лет мы получаем фактически новое тело. Поэтому в организме идут непрерывные циклы делений. Это такой настоящий безостановочный конвейер. Когда идет такое большое количество делений, то, конечно же, есть процент брака. Образуется некоторое количество ненормальных клеток, которые мы называем раковые. То есть раковые клетки есть у всех, но не все болеют раком. Потому что иметь раковые клетки это еще не значит заболеть раком. А все потому, что организм направляет супероксидонион на убийство клеток, которые ведут себя не вполне адекватно. Поэтому супероксидонион это противораковый иммунитет. Супероксидонион это противовирусный иммунитет. Супероксидонион О2- можно сравнить с огнем. И мы используем огонь для того, чтобы приготовить пищу, для того, чтобы согреться. Однако мы соблюдаем противопожарную безопасность. Потому что пока огонь под контролем, он наш друг. Однако, когда огонь выходит из-под контроля, он становится врагом. Так вот, в нашем организме встроена природная противопожарная безопасность. Природные антиоксиданты. Как только сверх нормы появляются активные формы кислорода, то антиоксидантов в нашем организме начинает не хватать. Что является антиоксидантами в нашем организме? Система наша для гомеостаза продумала так, что у нас есть собственные эндогенные в достаточном количестве вырабатываемые антиоксиданты. Это и ферменты. Супероксид дисмутаза, в первую очередь, которая против гидроксильного радикала сражается, каталаза, разные пероксидазы. Белки различные тоже являются антиоксидантами, антогенными. Среди этих белков есть трансферин, лактоферин, цирулоплазмин, альбумины. Например, дефицит трансферина, который обнаруживается при железодефицитной анемии, это всегда одна из причин, почему окислительный стресс идет параллельно вместе с железодефицитной анемией. Помните, в предыдущем видео мы рассматривали ситуацию у мужчины, у которого дефицит трансферина, белка переносчика железа. Из этого мы не можем применить высокую дозу железа, потому что железо нужно не просто дать организму, а нужно, чтобы оно еще и усваивалось. Так вот, трансферин, кроме всего прочего, является еще и антиоксидантом. Также вспомните, врач-кардиолог показывал метаболические пути, куда расходуется железо из ферритина и одной из направлений каталаза и пероксидаза. Я очень кратко освежу в памяти этот фрагмент. Благодаря трансферину это железо переносится, встраивается в структуру парфиринового кольца, который протогема, который легем, который является обязательным компонентом гемоглобина, миоглобина, цитохромов и цитохромов Си и, так как мы с вами любимых, антиоксидантных систем, ферментов, каталаза и пероксидаза. Они тоже являются, эти ферменты, геносодержащими. Так вот, эти каталаза и пероксидаза это антиоксиданты, которые обеспечивают противопожарную безопасность. Но при дефиците железа они, конечно же, не работают. И получается, что по причине дефицита железа эносинтаза не соединяется в димер, действует ХИФ-2, образуется избыточное количество супероксида неона О2-. Из-за своего избыточного количества он убивает не только дефективные клетки и вирусы, но и все с чем соприкасается, а остановить его некому опять же из-за дефицита железа. Сейчас я покажу вам, как супероксида неон расправляется с гормонами. Самый первый, кто подвергается атаке, это газ гормон эрекции оксида азота НО. Он преобразуется в перокси нитрит и тоже становится опасным свободным радикалом. Вот в отношении других гормонов у супероксида неона другая тактика. Помните, в старых лифтах хулиганы сжигали кнопки, когда заходишь в лифт, но не можешь выбрать нужную кнопку, потому что она буквально расплавилась, сгорела. Так вот, точно по такому принципу действует супероксида неон. На клетках есть рецепторы и есть гормон. Гормон действует через рецептор, то есть можно сказать, что рецептор это замочная скважина, а гормон это ключ. Для того, чтобы произошло действие, гормон должен соединиться со своим рецептором. Так вот, что делает супероксида неон, он сжигает рецепторы и получается, что гормон не может подействовать. Сейчас врач, акватерапевт покажет этот процесс на примере самого древнего и самого изученного гормона инсулина. А почему вдруг на фоне окислительного стресса у нас нарушается чувствительность рецепторов? И что, к чему это приведет, если рецептор будет нарушен? Вот у нас, например, под цифрой 2 вот такого вот серо-зеленого цвета, под цифрой 2, это инсулин. Вот эти вот красивые сиреневенькие штучки, назовем их так, это рецепторы под номером 1. Рецепторы, соединяясь с инсулином, помогают открыть портал в мембране клетки, портал это номер 3, и туда попадает глюкоза под номером 4. Если рецепторы закислены, вот они закрыты красным, то рецептор не видит инсулин, портал не открывается, глюкоза в клетку не заходит. Те самые нейроны, которые больше всего нуждаются в глюкозе и посылают информацию, что им нужна энергия, они не могут получить глюкозу, именно потому, что рецептор закислен и не видит инсулин. И вот такая проблема окислительного стресса рецепторов, она касается и нарушения чувствительности гормонам, и нарушения чувствительности различных ферментов. Вот точно такая же ситуация происходит с тестостероном, ведь тестостерон действует через свой рецептор. Если рецептор испорчен, тестостерон просто не может подействовать. Испорченный рецептор, это, конечно, беда, но не катастрофа, потому что витамин D может экспрессировать, экспрессировать, это уже знакомое для нас слово, новые рецепторы к тестостерону, но для этого нужно, чтобы был в норме витамин D, но метаболизм витамина D идет через железо, то есть преобразование неактивной в активную форму витамина D идет через железо. Получается такая ситуация, что из-за дефицита железа в организме мужчины в избытке образуется вещество, которое создает очаги возгорания в самых уязвимых местах. Противопожарная безопасность не работает, опять же, по причине дефицита железа. И даже если мы определили дефицит железа, то это не значит, что он появился только что. Скорее всего, с этим дефицитом мужчина уже жил последние 2-3 года, и свободные радикалы за это время уже оказали повреждающее воздействие на организм. На восполнение дефицита тоже может потребоваться 2 года, потому что есть разные способы, смотря какой мы выбрали. Есть внутривенные капельницы, есть разные таблетки железа, они действуют совершенно разной скоростью. Опять же, в какую среду попадает железо, достаточно ли трансферина, белка переносчика железа, в каком состоянии, кишечник, желчный пузырь. И выходит, что из-за дефицита железа организм мужчины находится в уязвимом положении как минимум около 5 лет. И все это время подвергается воздействию свободных радикалов. Поэтому нам нужно средство, которое будет как скорая помощь быстро тушить эти пожары. Нам нужна срочная противопожарная безопасность. И очень логично, что идеальным средством тушения пожаров, конечно же, является вода. Но не любая вода. А вот какими свойствами должна обладать вода? Вот в этом мы сейчас с вами и разберемся. И не буду долго останавливаться на PH воды, потому что только ленивые не знают, что нужно пить щелочную воду. PH – понтус гидрогений, то есть вес водорода. Чем больше вес водорода, тем лучше, потому что все среды нашего организма щелочные, кроме желудка. В желудке кислая среда. вода, которая будет поддерживать кислотно-щелочное равновесие, должна иметь определенный показатель кислотности. И этот показатель должен быть больше 7. То есть преобладание в воде, в жидкости, которую мы пьем, гидроксид анионов над катионами водорода. Вода нам нужна щелочная или основная, как ее правильно называют. Потому что вся наша внутренняя среда, которая находится в кислотно-щелочном равновесии, она имеет показатель pH больше 7. Соотношение катионов водорода и гидроксид ионов, это как раз и есть pH воды, то есть пондус гидрогения, вес водорода. Щелочную воду нельзя пить во время и после еды, потому что когда в желудке находится пищевой комок, он подвергается воздействию желудочной кислоты. Если в это же время подлить туда щелочь, то это нарушает весь процесс пищеварения, поэтому щелочную воду нужно пить или натощак, или в перерывах между приемами пищи, тогда щелочная вода протекает транзитом через желудок и отправляется напрямую в кишечник и оказывает наиболее благоприятное воздействие. Однако pH воды недостаточно, есть еще одна важная характеристика воды. Будьте внимательны, друзья, потому что мы переходим к кульминации игры редокс потенциал. Как мы говорили ранее, в нашем организме непрерывно идут окислительно- восстановительные процессы, и любая жидкость, которая попадает в наш организм, либо отдает электроны и тем самым повышает потенцию, либо отнимает у нас электроны и соответственно понижает потенцию. Так вот в англоязычной литературе вот это свойство жидкостей отдавать и принимать электроны называется редокс потенциал и измеряется в милливольтах. А в русскоязычной научной литературе редокс потенциал обозначается аббревиатурой ОВП окислительно-восстановительный потенциал. Так какие же жидкости могут отдавать нам электроны? Кто может делиться с нами электронами? Водопроводная вода? Нет. У нее положительный ОВП. Она отнимает у нас электроны. Какие-то безалкогольные напитки, может быть и не обязательно сладкие, может быть напитки содержащие стевию и так далее. Это все опять-таки вода с положительным ОВП, который у нас будет отнимать. А вот наша здоровая внутренняя среда она вся с отрицательным ОВП. И первый, кто теряет электроны, как мы уже говорили, это элитроциты. Редокс-потенциал зависит от растворенного в воде молекулярного кислорода. Если в воде растворен молекулярный кислород, это вода с положительным редокс-потенциалом. А если в воде растворен молекулярный водород, это вода с отрицательным редокс-потенциалом. Редокс-потенциал зависит от того, что преобладает в воде. Положительно Получается, что вода с положительным редокс-потенциалом – это мертвая вода, которая забирает энергию у человека, приближает старение, понижает потенцию, приближает смерть. А вот вода с отрицательным редокс-потенциалом дает энергию и повышает потенцию. А еще бывает вода с нулевым редокс-потенциалом, она ничего не дает и ничего не забирает. Все жидкости можно разделить на две категории. Те, которые отнимают у нас электроны и понижают потенцию, и те, которые отдают нам электроны и повышают потенцию. Так вот, смысл игры заключается в том, чтобы находить жидкости, которые максимально повышают потенцию. Сейчас же начинайте искать эти жидкости у себя дома, а я даю вам подсказки. Бодрящий ароматный кофе с утра, плюс 175, на самом деле забирает энергию у человека. Бутылированная вода, плюс 300, очень сильно понижает потенцию. Это еще хуже, чем кофе. А вот зеленый чай, минус 100, повышает потенцию. Спортивные напитки, которые обещают помочь спортсменам в восстановлении во время и после тренировок. Плюс 450, очень мощно понижают потенцию. Свежевыжатый овощной сок, например свекольный, минус 70, повышает потенциал человека. А вот свежевыжатый апельсиновый фреш, плюс 200, наоборот, забирает энергию. Наша любимая омега-3 в форме этилового спирта, минус 200, повышает потенцию. И этому есть множество подтверждений. Взять капсулу в рот, но не глотать, а раскусить и пожевать. Попробую. Энергетический напиток, например, Red Bull, обещает дать много энергии, а на самом деле плюс 400, забирает энергию. Даже водопроводная вода более безопасна, чем энергетический напиток, плюс 300. И она, конечно же, тоже понижает потенцию. Если вдруг кому-нибудь захочется попить воды из бассейна, Red X Potential такой воды плюс 475. Это плохая вода. Но пить воду из бассейна, это почти то же самое, что пить Coca-Cola, Sprite или Pepsi-Cola. Red X Potential этих напитков плюс 400. И они, конечно же, понижают потенцию. Таким же образом на понижение потенции действует пиво. Red X Potential плюс 400. Но если вы думаете, откажусь от пива и лучше попью минеральные водички из бутылки, то не тут-то было. Red X Potential у нее такой же, как и у пива. Плюс 400. Представьте ситуацию. Два человека. Один сидит, пьет пиво с наслаждением, свое удовольствие. А другой сидит на него, смотрит и думает, нет, я это пить не буду. Я хочу быть здоровым. Я хочу иметь отличную потенцию. И сидит, пьет минеральную воду из бутылки. Так вот, Red X Potential этих напитков совершенно одинаковый. Плюс 400. И понижает потенцию с одинаковой скоростью. Поэтому тот, кто себя ограничивал, вот ему будет обидно вдвойне. Я же не пил. Я же не курил. Так почему у меня такие проблемы? Это вот он пил и курил. Так ему по делам. А мне-то за что? Почему такая несправедливость? Так вот, а Red X Potential не знает чувство справедливости. Он действует независимо от морального облика человека. Потому что это закон физики. Он просто действует и все. В природе живую воду, то есть воду с высоким отрицательным потенциалом, можно найти только в местах, где горные источники выходят на поверхность. Вода, проходя через определенный минеральный состав, за счет химической реакции насыщается отрицательно заряженными электронами и обретает качество живой воды. Некоторые люди специально едут к горным ручьям для того, чтобы набрать там живую воду. Они набирают воду в стеклянную или в пластиковую тару и отвозят домой для себя и своих близких, чтобы пить дома живую воду. Однако не из каждого ручья течет именно живая вода. Это во-первых. А во-вторых, неважно в какую тару вы набрали воду, живая вода живет 20-30 минут. Поэтому через 30 минут любая живая вода умирает и совершенно бесполезно везти ее домой. Вода, набранная из глубоких деревенских колодцев, как правило, нулевая, потому что мы же набираем оттуда уже отстоявшуюся воду. И даже если она была живая, то уже, конечно же, давно умерла. Но если взять эту нулевую воду и заварить в ней зеленый или травяной чай, то вода оживает. Потому что зеленый и травяной чай имеет отрицательный редокс-потенциал. Люди, которые делают восхождение горным вершинам, не имеют других источников воды и вынуждены топить снег и пить талую воду. Редокс-потенциал талой или дождевой воды плюс 600. Поэтому такая вода забирает много сил и энергии. Она понижает энергетический потенциал человека. В экстремальных условиях особенно важно иметь с собой те элементы, которые отдают электроны организму. Давайте посмотрим, какие элементы рекомендует врач-акватерапевт. Если мы посмотрим еще на какие-то окружающие нас жидкости. Рыбий жир, кроме того, что омега-3 дает противовоспалительный эффект. И омега-3 это строительный материал для мембран всех наших клеток, омега-рыбий жир еще и имеет отрицательный ОВП. То есть нас, мадридность, так можно говорить. Зеленый чай, да, мы уже говорили с отрицательным ОВП. Но, к сожалению, даже вода, которая взята с источников, где она была с отрицательным ОВП, из каких-то глубоких источников минеральной воды, после бутилирования и транспортировки, вода станет с положительным ОВП. Почему живая вода живет так мало? Да потому что растворенный в ней молекулярный водород испаряется через 20-30 минут. С одной стороны, такой короткий срок жизни живой воды – это минус. Однако в этом есть еще и плюс. Терапия молекулярным водородом, растворенным в воде, самая безопасная. Она не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Неважно, какое у человека давление, температура, пульс, какая стадия любой болезни. Если, в принципе, человек еще жив и может пить воду, молекулярный водород, растворенный в воде, моментально начинает действовать. Все вы слышали истории, как какой-то человек заболел раком, например, и ему жить осталось 2-3 месяца от силы. Так вот вам пример такой истории. Совсем недавно мне пациент рассказывает историю своего приятеля, которому поставили диагноз и сказали, что жизнь, в общем, месяца 2-3 не больше. Человек решил, ну хорошо, эти 2-3 месяца я проживу какую-нибудь счастливую жизнь, которую я раньше себе не мог позволить. И уезжает очень высоко в горы, туда, где есть чистые озера, помогать там чабанам справляться с их работой. И к удивлению своему человек начинает выздоравливать. Мужчина отправился в горы просто, чтобы спокойно умереть. Но начал пить живую воду, дышать чистым воздухом. И на удивление всем врачам у него началась новая жизнь. Вот на что способен молекулярный водород. Молекулярный водород в буквальном смысле тушит огонь. Он нейтрализует супероксид анион. Вот посмотрите на цепь событий, которые происходят естественным путем, когда супероксид дисмутаза блокирует супероксид анион, страшный свободный радикал, самый такой агрессивный, и прекращает его в перекись водорода. Молекулярный водород, попав в клетку, стимулирует работу супероксид дисмутазы и стимулирует работу глутатионпероксидазы. То есть помогает нашей антиоксидантной системе превратить супероксид анион в абсолютно безвредную и безопасную воду. Самое главное, что нам нужно понять из всех этих сложных химических превращений, самый опасный свободный радикал полностью обезврежен живой водой. Помните, нам в детстве рассказывали сказки про мертвую живую воду. Так вот, оказалось, что это были не сказки, это была многовековая мудрость, переданная через сказания, переданная через сказки. Молекулярный водород — это молекула, которая способна лечить любую болезнь и, разумеется, восстанавливать потенцию. Молекулярный водород не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Я думаю, вам уже не терпится узнать, где же взять эту живую воду. Многих из нас нет возможности жить вблизи горного ручья с живой водой. Поэтому опыты по созданию живой воды начались еще в начале 20 века. Химик Фридрих Гизель установил, что под воздействием высокой температуры и электрического тока вода разлагается на молекулярный кислород и молекулярный водород. Кислород летучий, поэтому он моментально улетучивается из воды и в воде в течение 20-30 минут остается молекулярный водород, который и превращает эту воду в живую. Для того, чтобы получить все целебные свойства воды, ее необходимо выпить в течение 20 минут с момента приготовления. Приготовить живую воду можно при помощи ионизатора для воды. На рынке представлен огромнейший выбор ионизаторов. Есть также портативные ионизаторы, которые можно использовать для путешествий. Я выбрала одну из моделей для домашнего использования. Вот уже 2 недели экспериментирую. Я готовлю воду с редокс-потенциалом минус 200, минус 400, минус 600, минус 750. Причем я готовлю не только живую, но и мертвую воду. Живая вода используется для питья. А мертвая вода тоже обладает целебными свойствами. Она заживляет все раны на теле. Например, если мужчина после бритья умывает лицо мертвой водой, то на коже не остается совершенно никаких раздражений. Я в полном восторге от свойств живой и мертвой воды. И оказалось, что есть целое направление медицины, в котором прописаны нормы потребления молекулярного водорода. Что касается схем приема, при любых заболеваниях, в октябре 2017 года прошел форум по гидрогенной терапии и были утверждены терапевтические дозы приема молекулярного водорода. Терапевтическая доза составляет от 1,5 до 3 мг молекулярного водорода в сутки. Если это перевести на воду, обогащенную молекулярным водородом, то если концентрация 1,5 ппм в воде, то в литре воды получается, что у нас суточная доза молекулярного водорода. То есть мы можем литр выпить и остальная вода пусть будет просто щелочная. Но в первой половине дня выпить вот такой водородной воды. Чем выше концентрация молекул водорода, тем лучше будет терапевтический эффект, конечно же, от приема воды. В некоторых источниках медицинской литературы, в основном японской, приводятся различные схемы приема водородной воды и говорится о том, что по-хорошему в идеале молекулярная водородом обогащенная вода должна составлять около 70-75% жидкости, которую мы вообще в течение дня пьем. То есть если нам нужно выпивать, предположим, 3 литра жидкости в день, как это посчитать? 40 мл на килограмм веса в среднем, плюс-минус. Если это лежачий пациент, 30 мл на килограмм веса. Если это очень активно ведущий спортивный образ жизни, человек, то 50 мл на килограмм веса. Вот в результате такого подсчета мы определили, что нужно, скажем, 3 литра жидкости. Из этих 3 литров 70%, то есть это чуть-чуть больше 2 литров, это должна быть вода, обогащенная молекулярным водородом. И выпитая в первых 2-3 дня, ну или в первой половине дня, потому что такая вода реально действительно человека бодрит. Она его снабжает энергией, поэтому такую воду хочется пить. Друзья, мы с вами нашли 3 элемента для повышения потенции. Это вода с растворенным в ней молекулярным водородом. Редокс потенциал до минус 750. Это омега-3 в форме этилового спирта. Редокс потенциал минус 200. Это травяной и зеленый чай. Редокс потенциал минус 100. Причем омега и вода, они не взаимозаменяемы, потому что омега имеет и другие важные свойства. Это мембрана эритроцита, противовоспалительный эффект, противораковый эффект. И также помните, что в омегу я добавляю любовь. А любовь универсальный усилитель редокс потенциала. Если вам понравилась наша игра, обязательно напишите об этом в комментарии, потому что я могу сделать продолжение, ведь я рассказала еще не все секреты про воду. Самое вкусненькое у нас впереди, на самую вкусную и полезную омегу заказывайте, конечно же, на моем сайте. Люблю, целую, нежно обнимаю и до встречи, друзья. Чао, пока.